привет ребята сейчас будем устанавливать для сбора сока все что нам нужно выбираем место у коры это толстое дерево но это у меня здесь всегда хороший сок выбираем вот между складками коры место потому что кора сама до 3-4 сантиметров бывает нам нужно попасть в складку для того чтобы ну как больше просверлить саму кору держим вот так вот шуруповерт так видно видно держим и его от вводим в на само дерево наискосок то есть чтобы он по закону физики сок тек сверху вниз то есть нам нужно вот так вот немножко наклонить сделать сейчас просто засверлю немножко засверлился теперь сделаем чуть-чуть наклон чтобы сок сам бежал и засверливаем древесина забивает этот отверстие опять пробиваем можно зачистить не мешалось и убираем вот здесь у нас еще сухо поэтому мы просто систему установим нет немножко идет значит скоро уже пойдет сок влажная древесина значит завтра послезавтра уже пойдет сок далее берем систему капельную у меня это он тебе я сделал себе на 10 бутылок минимум берем капельную систему готовим нож острый я открываем так забираем просто ножом берем лишнее срезаем все вот эти все иголки все остальное собираем обязательно это мусор это чтобы все было обязательно выброшено не будьте засранцами и примерно длину какую рассчитываем до чтобы сильно длинная не торчало но даже если сильно будет но я сейчас вот последнее время или пополам или на три части но сейчас я напополам сделаю а может быть на три части по вон он сок уже немножко бежит вот вот туда вот так вот будет входить у нас трубочка и вот она уже заранее про кверчу проверченная дырочка этим же сверло можете просверлить вот сюда бутылочку устанавливаем чем-нибудь ее обязательно прижимаем у меня здесь обычно ветки какие-нибудь кора еще что-нибудь старое чтобы она не упала потому что они часто падают вот примерно отмеряем сколько нужно вот нам в эту бутылочку чтобы входило и чтобы и сильно длинная вот отмеряем замерил сколько надо обрезаем где у нас отверстие туда раз засунули до самого конца стараемся ну подальше все а здесь дырочку никакие муравьи ничего сюда не приползут это очень сильно как бы мешает я очень низко поставил надо ставить вот сюда лучше повыше потом я пересверлю повыше сделаю далее чем мы берем берем садовый вар вар это садовый вар это воск это воск там смешанный с всякими веществами как пластилин в магазинах он продается стоит сущие копейки вот такой пачки двадцать сто рублей сто пятьдесят рублей вам ее хватит на несколько лет вот берем вот так вот раскатываем колбаску такую колбасочку и вокруг отверстие вокруг этой все дырочки наматываем так туда все про прошло и теперь берем и прям плотничком прям плотничком там эту дырочку мало еще добавим то есть чтобы она была герметичная дырочка вот так вот садовый вар побольше не жалейте и потом же чтобы не пакостить деревьям каждый год я заделываю эти отверстия потом этим же садовым варом когда вы закончите собирать сок и этим же варом закрываете все одна бутылка у нас готова я сегодня две установлю потому что сок еще не совсем бежит вот он буквально через сутки через двое побежит очень хорошо здесь где у нас бутылка всякие ветки корой приживаем чтобы она если даже и упадет чтобы она была зажата ну вот здесь вот на самом деле чуть-чуть плохо надо было отсюда повыше засверливать но вы делаете повыше где-то ну сантиметров на 20 на 30 выше уровня бутылки у меня получилось на 5 сантиметров уровень бутылки и вот таким вот образом устанавливается бутылка с соком для сока у меня такая бутылка если все хорошо засверлено и хорошая береза то такая вот бутылка наполняется за 12 часов то есть я за сутки два раза могу снять вот 10 литров от 1 бутылки так что дерзайте березовый сок это просто офигенная штука чем он хорош во первых я его люблю с детства с советских времен я застал 80 и березовый сок для меня это просто вообще самый мой вкусный сок и я сейчас к березовый сок консервирую уже второй год два года за консервировал позапрошлом году я 20 банок сделал с 20 чем-то в прошлом году 35 что ли в этом году планирую банок 50 мы его просто офигенно пьем открываешь 3 литровую баночку и есть рецептик рецептик простецкий покажу как это сделать как его консервировать просто сок его просто немножко нагреть добавить сахарку добавить лимонной кислоты все это закатывается и просто офигенный он стоит может даже в погреб не убирать он стоит офигенно так что рекомендую и березовый сок он очень полезен просто вообще супер полезен это кто-то скажет кровь без деревьев да но у нас получается не кровь это как будто ты вот как и видео снимал что подключаешься к потоку деревьев да ты не только подключаешься к кутерев еще пьешь это дерево но классная штука вообще офигенная так что ребята собирайте березы сок не пакостите главное не не срать и не гадить за собой все дырочки все отверстия заживляйте потому что береза если ранка будет она может заразиться грибком или чё там да и дерево может погибнуть поэтому всегда заделывайте садовый вар он он обеззараживает и помогает чтобы дерево не страдала дальше так что так вот давайте все собирать сок всем пока подписывайтесь на канал ставьте лайки переходите на дзен нас youtube хотят отключить специалист уже он горят с китая переехали и планируют youtube тормознуть но это опять таки из как говорится из телека из интернета так что переходим на дзен в контакте и так далее все контакты есть все давайте пока ребята